И снова здравствуйте! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Теперь рассмотрим люмбага, например. Это боли в поясничной области, так называемые неясные, неопределенно отчего. То есть это может быть развернутый позвонок, например, корешок нервный сдавливает. Это может быть сомкнулся, и в фасетовом суставе, например, артрит образовался. Это может быть грыжа, выпячивая назад, кзади, она сдавливает корешок нервный. Это могут быть мышцы, это может быть ППС-сустав сократился здесь, или КПС сжат, сокраилит. Ну, в общем, идиопатические, так про медицинские они называются, да, то есть неясны причины. При любых этих болях, соответственно, больше используем растягивающих моментов, да, растягивания. Поставили под человека подушку плотную, подушка должна быть плотная, под поясницу. Прямо вот по взрослым костями, на краешек подушки он ложится, да, чуть ниже, может, вот так вот, ага. Вот, и живот провисает туда. Соответственно, вот мы все вытягиваем, вот такие вот моменты. Тут уже можно в поясницу продавить вот туда. Если боль не уходит, можно добавить, например, растягивающий момент через ремень. Такой лайфхак от Олега Гудлина. Это ремень не чтобы шлепать, да, а чтобы тянуть. Поднимите чуть-чуть, просто поднимем ремень. Вот подвздошные кости. Вот, подняли назад, вот так тянем подигонали, да, раскачали, потянули вот так вот, потянули вот так. Только, желательно, не застегивайте ее, потому что может пряжка оторваться. Или берем вот так вот на бицепс и тянем его. Вот так, чувствую, стягивается. Смотрите, чтобы тут больно не было, не больно? Вот так вот растягиваем. Давай, вытащим все. Подожку вытащим. И вставай на колени и на руки. Такая поза стола. Типа, вот так? Да, вот так вот, полностью на прямые руки, на прямые руки. У человека больно. И вот эту боль вы сами можете ему отпустить за счет того, что продышать это место. Смотри, выдох, делай, и туда погибай по ресницам. Вдох. Как будто натянется к столу. Выдох, вы не помогаете. Вверх. Подтягивайте, выдох. А, выдыхаем, пожалуйста. Что это так? Давайте еще раз. Ну, лучше вниз когда тянем, вдыхать все-таки вдох. Расслабляемся. Выдох. Выгибайся, как кошка. Прямо поясница вот так. Раз. Ага. И туда. Выдох. Этот прием вы можете даже сами для себя проделать дома. Не столько раз. Вот так вот. Теперь опускайся на локти. Ноги стоят, бедра должны стоять перпендикулярно. Перпендикулярно в стол. Так? Лышек теперь. К себе чуть-чуть. Да. Все, все, все. Опускайся на грудную клетку. Руки вперед. Вперед руки прогибай. Это максимум. Максимум. Да, насколько у тебя получается. Здесь мы, соответственно, держим за таз, за крестец. И протягиваем вот так вот. Растягиваем все места. В 80% случаев, забыл сказать, да, все эти гипотические боли, это мышцы. Виноваты мышцы. Поэтому мы работаем с мышцами. Ну, до этого, естественно, сделали массаж. Растерли. Теперь вот растягиваем. И можно вот так вот его прохрустеть кое-где там. Хрустнет. Да? Теперь вот вставай со стыла. Сейчас покажу. Туда поденем стол чуть-чуть. Вот так, может, подегонали туда, туда, к скелету. Вот так подегонали немножко встанем. Также для самостоятельной работы, вот, если болит поясница, да, то можно подойти к столу, встать и вот на прямых ногах. И она тянется, тянется вниз. Может быть, внешне это незаметно, да, но она тянется, отдыхает. Как вы уже привыкли к такому положению. Вот так вот встаете, тянете, тянете, отдыхаете, прогибаете. Прямо вот так вот, да. Далее встаете вот так, если вы уже это выдерживаете. Тянете и вот так вот. По минутке примерно в каждом положении. Можно вот немножко ногой вот так вот махнуть назад. Прямой ногой. Обычно выпрямляться резко нельзя после таких моментов, да. Сначала вертикализируем свое тело на согнутых ногах. И потом только распрямляемся. Также вот такой вот прием. Ловите от Гудвина, когда вы можете тазами и костями опереться в голок стола. Вот так вот. И за счет силы рук себе натягиваем. Натягиваем. И там вот уже вот прохрустит. Продергались себе. Опять же встаем так же. Мягко. И только потом распрямляемся. Теперь подушку. Давайте. Пациенты такие, они обычно... Вот, помягче будут. Они обычно еле ходят вот так вот. Соответственно, подводите их к столу. Подвздошными костями вот так вот ложимся. Вот туда. И себе так натягиваем немножко на стул. А ноги висят. То есть они прямо вот расслаблены. Не стоят, не согнуты, а именно расслаблены. И обратно так же встаем на согнутых ногах. Вертикально за счет силы рук себя распрямили. И только потом встаем уже полностью. Так же... Сейчас ты ляжешь, да? Просто покажу, как поднимать пациента. Ложись на спину, например. То есть самому ему тяжело переворачиваться, да? И вот сгибать колени. Он даже не может до такой степени поднять колено. Ну, под прямым углом. И тем более вот туда вообще не сможет сделать. Тогда... Мы его поднимаем с кровати, под шею. И вот так аккуратно раз. И развернули. Все, дальше он сам может встать уже. Так, ну а ты давайте переложись вот так на подушку. Головой? Вот как я показал. Вот так подходишь, еле-еле. Изображаешь страдающего. Подвижную качку перейдешь туда. И натягивай себе на стол туда, за руками тяни. Так все. Да, только ноги расслаблены. Да, да, да. Только ноги расслаблены. Вот, соответственно, начинаем прорабатывать вот это место. Шрифтами. Таз дополнительно отодвигаем вниз к ногам. Не больно? Так. Здесь вот расширили расстояние между позвонками. Иногда при ударах эрадирует боль в ногу какую-нибудь. У тебя нормально пока? Пока нормально, да. Ну, ты здоровая. Вот у них... То есть вы об этом предупреждаете людей, что будет там... Током бьет. Теперь растягиваем по диагонали, соответственно, за ось лопатки. А тут задний уголок подвздошной кости. Растягиваем. Хорошее растяжение еще вот такое. Если вы ногой сюда еще упираетесь. Вот, видите, пополнительно. Чувствуешь? Вот. Ну, и, соответственно, если позвонок... Вот такой еще вопрос там был. Если позвонок впал и, да, туда внутрь ушел. Листес называется. То, соответственно, в такой позе его можно подправить. Во-первых, здесь растянули, да. И над этим позвонком следующий один-два позвонка мы толкаем вот туда. Выталкиваем. Если позвонок впал, ну, например, где-то здесь, да, с той стороны его очень тяжело подтолкнуть, да. Есть такой способ. Вот, например, вот этот впалый. За соседние берем позвонки плотно. И сдавливаем их туда, прям внутрь. К нему тянем, тянем, тянем. Вот так примерно минутку. Держим, держим, держим. И потом резко отпускаем. Что происходит? Вот эти диски межпозвонковые, да, они упругие. Они как резиночки такие. Мы их туда надавливаем. Они неудобно стягиваются с двух сторон. И потом, когда отпускаем, они выкидывают как бы средний позвонок вверх. Так же самое с копчиком тоже, да. Если копчик туда ушел глубоко, так же его надавливаете. Есть такой способ. Потом резко отпускаете. И он немножко так пинч отпружимывает назад. Так, вот вставай теперь, так же аккуратно, руками, на сунутых ногах. Все это клиентам проговаривайте, и только потом верстикально встаете. Если человек большой, и вы с ним не справляетесь на столе, да, то перейдем на пол. Давай сдвинем это все. Вот туда вот, уходи. Ну, например, вот это подстерим. Просто ложись лицом туда, на живот. То же самое, что мы на столе делали ремнем, можно сделать там вот через тряпочку, например, так-то. Складывайте, помягче будет, чем ремень. Давай пропустим под тазом. Давай, подпереки. Ими давай. Будет мягче. Так же вот назад тянем, расшатали. Стопик подкруткой. Тянем, тянем, тянем. Это упалка на подвздошной кости, да? Да. Вот. И такой вот приемчик. Встаем здесь, ноги чуть расширь. Финдикулярно. Позвоночнику натянули и продавили своей ногой. Позвоночнику натянули и вставай теперь в полу стола. Это как? Руки прямые на коленках. Перепедикулярно бедра. Да, чуть пошире бедра. Вот так вот, да? Вот он стоит. Прогибайся. Нет, локти прямые. Чтобы локти были прямые, разверни их вот так вот. Нет, вот так вот. Вот, да. Чтобы там устойчивая конструкция была здесь и здесь. Ну, настолько поясница интересует. Значит, тут вот этот позвонок, который выше, ну, продавили и туда толкнули. Это бывает очень больно. Человек кричит. И, соответственно, но зато потом все проходит. Позвонок, который с листезом, он выходит назад. И после этих процедур реально резко вставать нельзя. Надо положить человека, ложись на пол, на спину. На спину, на спину. На спину. Это вот мы рассматриваем на такой случай, когда действительно очень больно. Вот выставляются все подними ноги. Вот так вот так. И коленками вот сюда. На вторую. Можно, важно, что тут прямой угол был. Если низковато, да, то под коленки можно еще подушечку положить, чтобы была такая натяжка. Натяжка поясницы. Вот там надо чуть-чуть висеть. В воздухе поясница, да. И вот так вот минут еще 10 примерно надо, чтобы человек после этих правок пролежал, пришел в себя. Ну и потом, естественно, помогаете ему встать. Выбираем. И он встает. Вот такие сложные приемчики мы проходим на тренинге-поминалке у Олега Гудвина. Но их еще много-много, еще 128 приемов есть. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, а лучше вам быть здесь и проделать все, все изучить на живой натуре. Со своими здоровыми золотыми руками и с навыками в них вы уйдете в мир, в жизнь, лечить и выздоравливать людей. До новых встреч. С вами был Гудвин. Ищу.